Приветствую вас, друзья. Судьба заслала меня в следственный изолятор временного содержания. И я там встретился с большей несправедливостью, чем ко мне, потому что там лежит воин, сержант действующей армии, контрактник, участник боевых действий, потому что 25-я воздушно-десантная бригада Днепровская, она принимала участие в боевых действиях и постоянно туда ездит. В Ютубе много видео про эту десантную часть. Воевать очень хорошо, когда ты чувствуешь поддержку своего народа. Когда у тебя в тылу все в порядке, так она и воевать легче. И вот ее сержант попадает в беду. Я сейчас не берусь разбираться, кто виноват, кто прав, но что я увидел? Я увидел, что этот сержант Леня сидит там и запихала его туда в Головное Сличие Управления Украины, которое это дело выдергивает на Киев, и теперь это дело рассматривается в Печерском суде вместо Николаева. И что вот этот Леня с простреленной ногой, которому нет доступа к медицинской помощи. Поэтому вопрос здесь о гуманности, о человечности и опасности этого человека. Когда государство Лене дало оружие и послало его воевать, оно не считало его опасным для себя. Он может назад развернул. А когда этот солдат-сержант попал в передрягу с депутатом на поле, и не важно, почему он там оказался, важно, что у депутата был автомат, который стрелял очередями. А также у нападающей стороны был еще и пистолет. Это депутат районной рады, воротынцев или как там его. А потом это дело выдергивается в Головное Управление Следственное. И ему, не депутату. Депутат на свободе. У него ночной домашний арест. Он ходит на двух ногах, прекрасно себя чувствует и разговаривает с односельчанами, влияя и на следователей, и на всех. А у него есть еще, оказывается, напарник в Верховной Раде. Тоже депутат от правящей партии. И как бы мы ни относились с благодарностью к Зеленскому, что многое делается хорошо, но посмотрите внимательно на своих депутатов. Как они влияют на следствие, как они влияют на суд. И вот этот сержант действующей армии запихал в изолятор временного содержания, где я оказался. И что я вижу? Ему даже перевязки не делают. Раз в неделю он вызывает скорую помощь, которая часто приезжает и говорит, а мы не обязаны перевязывать. Потому что в изоляторе временного содержания вообще не предусмотрен врач. Он там лежит без медицинской помощи. Здесь речь о гуманности. Пусть суд разбирается, кто в кого первый стрелял, когда будет по сути. Но насколько бесчеловечная, железная, железобетонная эта машина начального правосудия следствия, когда следователи запихивают человека, который не представляет опасность. У него нет паспорта зарубежного. Он вообще ходить не может. А первое время к нему не пускали адвоката, который не мог ему под жопу привезти, чтобы сходить в туалет. Потому что он не может сидеть там, вот эти приступки. И недели две или три он буквально падал в этом туалете. Потом привезли, я видел, куда он там сидит. Вот это унижение. И раз в неделю он может помыться. И этот сержант лежит на вот этих нарах, не двигаясь, и набрал уже 140 килограмм. Он спортсмен, самбист. А депутат, который в него стрелял очередями, а потом неделю скрывался от следствия, бегал на свободе. У него ночной арест домашний. Вот так себя чувствует. Убирает урожай, продает его. И, судя по всему, расплачивается с теми, кто вот это все устроил. В этом деле есть еще бессердечность судьи, писюнца. Помните, писюнец, который четыре домашних обыска мне организовал по разным адресам. Они, правда, не прошли, но он подписал, не читая. Он не читает дело. Я так понял, что он не читал и это дело. Я так понял, что как-то ему со следствия звонят, они договариваются и шлепают эти дела. И вот этот сержант лежит там, буквально гниет, набирает вес. А у него маленькая дочка родилась. А он числится за частью. И армия о нем забыла. Проводит парады. Все очень хорошо. И скоро апелляционный суд, скоро еще суд 27-го. Короче, бесчеловечность. А ведь главной целью человека должен быть сам человек, дальше от животного. В данной ситуации мы видим выборочное правосудие, что к депутату от зеленых применяется одно правосудие, к сержанту действующей армии совершенно другая мера пресечения. И не в суд потащили это дело, а потащили в Печерский суд для того, чтобы меру пресечения и долго-долго расследовать. Для чего это делается, я догадываюсь, у меня есть теория. Судя по всему, того не сажают по этому делу, потому что когда к сути перейдут, сядет депутат. Нельзя стрелять в поле по людям автоматными очередями. А здесь очевидное преступление. И все остальное натягивается. Как сова на глобус, как и в моем случае. Короче, гражданские права – это не шутки. Если мы идем в Европу, нам надо очень озаботиться о гражданских правах. Тем более, когда речь в военное время, когда речь идет о действующем десантнике, когда речь идет об армии, когда речь идет о несправедливости, и когда речь идет о депутате, стреляющем очередями из земля. Местный царек, который может себе позволить стрелять по людям автоматными очередями. Спросите у обычных людей, которые попались с резиновыми пулями усиленными. Им год сразу инкриминируют и пытаются посадить. А этот ходит на свободе. Так что это видео я записываю для того, чтобы задумался министр новый, который пришел. Если у него есть возможность встретиться со мной, потому что даже мое дело по сравнению с этим отъезжает на второй план, оно меня сейчас мало беспокоит. Там занимаются адвокаты. Я хочу встретиться по этому делу. Потому что само место главного следственного управления Украины находится на Богомольце. А Богомольце это как раз офис министра МВД. То есть там где-то под бок. Он может очень быстро в этом разобраться. Дав личное поручение и посмотрев, зачем человека упрятали, не под домашний арест и не отправили в Николаев, а вытащили сюда и истязают, потому что это истязание над больным. Человеком, у которого прострелила нога вот такая дырка. Мы нашли фотографии этой ноги. И он лежит, гниет там. Поэтому сейчас, пожалуй, нам всем надо задуматься о человечности. И новому министру, в первую очередь, и президенту Зеленскому, который не знает, что там внизу происходит, что творят часто следователи. И как нам с этим жить дальше? Потому что если не будет исправления внизу, если мы будем продолжать запихивать людей туда пачками, только потому что следствие, судя по всему, приходит в тупик. Когда у него есть вот это оружие нарушения процессуального кодекса. У него есть железное, железобетонное оружие, по которому они просто берут, идут в суд, как-то договариваются, и человека запихивают на 6 месяцев. А для него, кстати, Николаевская больница уже приготовила операцию и подтвердила письменно, что она готова провести операцию. Там пластину надо вшить, чтобы он мог хотя бы в туалет сходить и помыться. В общем, я увидел за три дня эти издевательства, как этот человек попал в передряг. Меня больше беспокоит, почему армия забыла. Да, там мне сказал адвокат, кто-то хотел взять на поруки, но никто не пришел на суд. Из армейских сослужиться, из командиров. А как же свои своих не бросают? А как он с ними охранял покой Родины, там, где происходят боевые действия? А как же армия, которая за своих должна стоять? Что это вообще такое? Так что брошенный сержант – это страшная вещь, если таких бросают. Подумайте о себе, как вас бросают. Если меня смогли туда затолкать. Так что мы все в опасности, если не будем бороться за этих несчастных сержантов. Которых бросила армия. И дрались мы до ссадин, до смертных обид. Но одежды латали нам. Матери в срок мы же книги глотали пьянея от строк. Корректор А.Кулакова КОНЕЦ